Мы хотели бы посоветовать нашим американским партнёрам более внимательно и ответственно относиться к тому, как идёт процесс уничтожения химоружия в США. Мы ведь все помним, что при согласовании текста конвенции именно США настаивали на фиксации ускоренного срока глобального химического разоружения. Мы говорили, что и сами справятся, и нам помогут. Мы тогда им поверили. В итоге Россия действительно справилась с ликвидацией своего арсенала химоружия. Ну а что же происходит с нашими американскими партнёрами? Может быть, нам всем пора подумать относительно оказания международной помощи Соединённым Штатам Америки по ликвидации их запасов химического оружия под строгим международным контролем? Весь опыт и все необходимые технологии в России, да и в организации по запрещению химического оружия для этого имеются. Может быть, и нашим польским товарищам, традиционным инициаторам резолюции в поддержку Конвенции о запрещении химического оружия, следует подумать над тем, как отказаться от выдумывания очередных конфронтационных и ничем не обоснованных формулировок в отношении Сирии, а вместо этого выработать приемлемые для всех конструктивные положения в поддержку американской программы ликвидации химического оружия, которая задерживается уже более чем на десятилетия. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу отметить, что мы полностью разделяем оценки предыдущего оратора, представителя КНР, нашего ближайшего соседа и стратегического партнера. Особое сожаление вызывает позиции наших американских коллег, видимо, растерявших даже навыки дипломатии и дошедших до того, что вдобавок к подрыву международных договоренностей начали уже физически блокировать нашу с вами работу, почему-то решив, что они могут определять, кто из нас с вами достоин прибыть в нашу с вами штаб-квартиру в Нью-Йорке, а кто нет. Такая дискриминация абсолютно недопустима. Будем и далее добиваться от секретариата ООН оперативного решения этого вопроса. Ярким отличием позиции и России, и Китая, позиции США и стран Запада является то, что мы наших принципиальных подходов не меняем. От норм приличия международных отношений никогда не отходим. От своих обязательств не отказываемся и международные договоренности не подрываем. Убежден, что абсолютное большинство из вас хорошо знают российские конструктивные подходы, направленные на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех, без исключения государства. Поэтому сегодня я не буду зачитывать российское установочное выступление. Предлагаю ознакомиться с ним в письменном виде. Остановлюсь лишь на некоторых принципиальных моментах. Будем опираться только на факты. Мы все теперь знаем, что еще в 90-х годах прошлого века в Вашингтоне были приняты решения о выходе из договора ПОПРО, о развале Конвенции о запрещении биологического оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, договора об обычных вооруженных силах в Европе и договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда же была ликвидирована и уникальная их национальная структура агентства по контролю над вооружениями. Таким образом, на рубеже века в Вашингтоне произошла какая-то деструктивная аберрация сознания. Если эта разрушительная тенденция будет и далее продолжена, то через некоторое время мы с Вами окажемся в ситуации, когда здесь нам с Вами в Первом комитете обсуждать-то нечего будет. Не будет договора о ракетах средней и меньшей дальности, не будет договора о стратегических наступательных вооружениях, не будет Конвенции о запрещении биологического оружия, не будет Конвенции о запрещении химического оружия, а в результате подрыва со стороны США и совместного плана действий по Ирану, и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и даже диалога по зоне свободной от оружия и массового уничтожения на Ближнем Востоке при одновременном размещении ядерного оружия на территории других государств и продолжении обучения навыкам применения ядерного оружия своих неядерных партнеров под большой угрозой окажется и договор о нераспространении ядерного оружия. Согласитесь, перспектива весьма тревожная. Именно поэтому Россия настаивает на реализации наших конструктивных инициатив, которые поддерживают все страны ОДКБ, все страны БРИКС, все страны ШОС, все страны Движения Неприсоединения. То есть абсолютное большинство государств ООН. И это именно те страны, за которыми будущее мирового развития. Давайте вкратце пройдемся по основным нашим предложениям в их сравнительной динамике. Мы предлагаем укреплять Дняо, а не разрушать его, как это делают США. Мы предлагаем отказаться от размещения ядерного оружия на территории других государств и отказаться от обучения неядерных стран навыкам нанесения ядерных ударов, как это делают США. Мы предлагаем обеспечить продление договора о стратегических наступательных вооружениях, а не отказываться от этого последнего юридически обязывающего соглашения в области ядерного разрушения, как это пытаются сделать США. Мы предлагаем мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а не их наращивание, как это делают США, разрушившие договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мы предлагаем обеспечить незамедлительное вступление в силу договора о всеобъемленном запрещении ядерных испытаний, а не отказ от его ратификации и подготовку своего ядерного полигона к возобновлению ядерных испытаний, как это делают США. Мы предлагаем обеспечить начало диалога по зоне свободной от оружия и массового уничтожения на Ближнем Востоке, а не его блокирование, как это делают США. Мы предлагаем полноформатную реализацию всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а не грубое нарушение обязательств по этому плану и наказание тех, кто его не полняет, как это делают США. Мы предлагаем запретить размещение любого оружия в космическом пространстве и любое применение силы в космическом пространстве, а не разжигать гонку вооружений в космосе, как это делают США. Мы предлагаем укрепить конвенцию о запрещении биологического оружия, а не подрывать ее, как это делают США, отказавшиеся от верификации и размещающие свои военно-биологические объекты по всему миру. Из-за недостатка времени этот список деяний можно было бы продолжить, но, к сожалению, нет на то времени. В целом, нас вдохновляет, что российские конструктивные предложения поддерживает абсолютное большинство государств ООН. Смущает лишь то, что наши европейские коллеги, некогда громогласно вещавшие о своей традиционной принципиальности в мировых делах, по сути, растеряли свой сверенитет, продолжают сидеть, трусливо поджав хвост и не осмеливаются перечить указаниям из Брюсселя и Вашингтона даже по тем направлениям, где это в корне противоречит их национальным интересам безопасности. Нам всем нужна позитивная повестка дня. Как вы все знаете, в России есть... Спасибо, господин председатель. Я завершаю последние два слова. Предлагаю именно на этой позитивной ноте продолжить все наши дискуссии здесь, в Первом комитете. Ну, конечно же, по условию, что страна, принимающая штаб-квартиру ООН, не будет трусливо и противоправно закрывать нам всем доступ в нашу с вами штаб-квартиру. Спасибо. Спасибо.